Всем привет! Сегодня у нас с вами на канале будет очередное заседание нашего политического клуба и на повестке дня, как говорится, разная фигня, то есть на повестке дня у нас сегодня два вопроса. Первый вопрос – это заседание канцлера Шольца в канцлерамте, дававшего пресс-конференцию журналистам и разным телеканалам. И второй вопрос – мнение восточноевропейских политиков о действиях немецких политиков и, в частности, немецкого правительства. Итак, давайте мы рассмотрим первый вопрос. Пару дней назад канцлер Шольц в канцлерамте давал ответы на разные насущные вопросы журналистов, которые их интересовали. В частности, по-моему, журналист газеты Die Welt затронул тему украинских беженцев, находящихся сейчас в Германии, и спросил канцлера, что он думает по поводу тотальной мобилизации на Украине, объявленной президентом Зеленским, и требованием аппарата президента Зеленского вернуть всех боеспособных физически здоровых украинцев обратно на Украину, чтобы они приняли участие в освобождении своей родины. Хотя Зеленский, как говорит этот журналист, высказался довольно скептически в отношении этих беженцев. Он сказал, что вряд ли их, возможно, будет вернуть обратно, потому что раз они сбежали, то они уже добровольно вернуться не захотят. На что канцлер Шольц сказал – статус беженца от войны и статус работающего человека – они взаимосвязаны, их разделить нельзя. То есть, иными словами, канцлер Шольц сказал следующее, что все те украинские беженцы, приехавшие сюда и попросившие убежище, не желавшие и не желающие до сих пор воевать на территории Украины, будь то со стороны Украины или со стороны России, неважно, и нашедшие здесь себе работу, де-факто находятся под защитой немецкого правительства. Остальные же беженцы, их уже посчитали, 260 тысяч действительно физически способных здоровых людей, увы, находятся на птичьих правах. То есть, если украинское правительство и аппарат президента Зеленского затребуют их обратно, немецкое правительство, конечно, немножечко портачится, как они всегда это делают, министр юстиции выскажется открыто на пресс-конференции, но задержать украинских граждан, находящихся здесь, уже, скажем так, как бы нелегально, потому что получать социальные пособия, получать бюргер-гельт и нигде не работать несколько лет подряд, это тоже нужно иметь наглость, он не сможет. Вот. Поэтому все те украинские беженцы, которые находятся здесь и до сих пор утверждающие, что у них проблемы с языком, у них проблемы с адаптацией в немецкую среду, у них проблемы с интеграцией, у них проблемы с русскоязычными немцами, которых они до сих пор ненавидят. Если вы ненавидите русскоговорящих немцев, так нафиг вы здесь тогда вообще находитесь? Этих украинцев аппарат президента Зеленского может спокойно забирать себе обратно. Иными словами, если вот так вот интерпретировать высказания немецкого правительства. Вопрос следующий. Высказание некоторых восточноевропейских политиков о работе немецких политиков, немецкого правительства и в частности канцлера Шольца. Всем известно, это давно не секрет, что некоторые восточноевропейские политики пару лет назад обзывали канцлера Шольца обиженной ливерной колбасой. Многих немецких политиков трусами, идиотами, чуть ли не сволочами. И говорилось это в прямом эфире, говорилось это журналистам, говорилось это в телепередачах. Конечно, это был скандал, но с одной стороны немецкое правительство шло как бы навстречу, проглатывало вот эти вот обзывательства, эти все оскорбления, потому что все-таки там идет война, и этих политиков понять можно. У них сейчас в голове сумбур, они пытаются добиться какой-то помощи, и поэтому обзываются. Вот идиотские объяснения. Дай мне хлеба, или я тебя убью, сволочь. Примерно такое. Поэтому тех политиков здесь уже в Германии давно нет, но тем не менее, они находясь на постах в других странах, все еще открывают свой рот и обзывают немецких политиков сволочами, сволочами, причем открыто, сволочами и идиотами. В данном случае обзывали немецкого политика Мюнцериха от фракции партии социал-демократов, находящихся в Бундестаге. Что сделал этот господин Мюнцерих? Он неоднократно высказывался против открытой эскалации конфликта на территории Украины и против применения западных натовских систем ПВО, находящихся на территории Польши, на территории Балтийских стран, на территории Унии, против российского вторжения на Украину. Многие, допустим, зеленые или свободные демократы утверждают, что если системы ПВО, находящиеся, допустим, на территории Польши, будут сбивать русские самолеты, ракеты, вертолеты, которые летят в воздушном пространстве Украины, то можно будет создать пуферную зону размером, расстоянием 70 километров. В принципе, с одной стороны. С другой стороны, если вдруг такое наступит, такой шаг со стороны западных стран и со стороны самого НАТО, вдруг такое случится, получится, что Германия, в первую очередь Германия, ну и Польша, естественно, ввязывается официально в войну против России. И вот в этом случае уже России никто не сможет связывать руки какими-то там политическими обстоятельствами или еще чем-нибудь. Значит, против этого политика Мюнцериха высказываются также еще многие политики из партии зеленых и свободных демократов. Особенно госпожа Агнас Штрак-Циммерман, которая является в первую очередь лоббистом индустрии по производству вооружения, а также по продажам оружия в разные горячие точки. Хочу сразу заметить один маленький факт. Если страна, производящая хорошее оружие, продает его в какой-то другой стране, а та страна находится в состоянии войны со своими соседями, это не значит, что страна производитель, страна-продавец официально вступает в эту войну. Нет, эта же страна точно так же может продавать оружие кому-то другому, третьим лицам, третьим странам. Это не называется находиться в состоянии войны. Но если эта страна, производящая оружие, применяет сама это оружие против врага той страны, которой она помогает, тогда да, тогда действительно получается эскалация конфликта и официальное вступление страны, производящей оружие, в войну. Чего и добиваются наши свободные демократы и зеленые, партия зеленых. Особенно партия зеленых, почему? Потому что у них в программе партии записан один пункт. Они категорически выступают за запрет поставок вооружения в зоны конфликтов, в военные вот эти точки и против вообще производства вооружений. Но тем не менее, зеленые первые кричат о том, что Украине нужно поставлять как можно больше оружия, чтобы там был мир. Такие вот разносторонние у них интересы, такая вот сумасшедшая неправильная двойная мораль, но тем не менее, факт остается фактом. И вот этого политика Мюнцериха, один восточноевропейский политик, не будем называть его имя, потому что этот человек для меня как политик, как человек, он для меня просто-напросто не существует, он пыль на дороге, обозвал открыто сволочью и идиотом, не желающий помогать Украине в достижении победы над Россией. Естественно, Мюнцерих проглотил вот это, потому что он считает себя, и человек интеллигентный, и культурный, он считает себя выше всех вот этих вот идиотских высказываний, но тем не менее, возвращаясь к этим поговоркам, которые я иногда использую у себя вот в видеовыпусках, не плюй в колодец, пригодится водиться на пицце. Что делают тут эти вот многие украинские политики, когда просят помощи, военной помощи, финансовой помощи, экономической помощи для Украины? Что они делают? Сначала они обзывают, оскорбляют немецких политиков, немецкое правительство, тут же разворачиваются, как говорит национальный набербок, развернитесь на 360 градусов, они разворачиваются на 360 градусов, и говорят, по новой немецкой политике, дайте нам денег, нам нужно купить оружие, или дайте нам оружие, или хотя бы дайте нам своих солдат, чтобы они тоже воевали против Украины, потому что наших солдат уже мало. И если, вот тут у нас получается связь между первым вопросом и вторым вопросом, если немецкие войска официально вступят на территорию Украины, как, скажем так, как не интервенты, а как дополнительная помощь аппарату Зеленского в войне против России, тогда мы снова возвращаемся к тому, что говорил политик Мюнцери от партии социал-демократов. Германия встает на тропу войны, и начинается глобальная война, которую так жаждут увидеть на территории Европы американцы и англичане, ну и, естественно, канадцы. Куда же без них? Куда же без вот этих вот? Такие вот у нас новости сегодня были на канале. Не забудьте поставить лайк, поделиться видео с друзьями, подумать, сделать выводы, прежде чем писать свои комментарии. Для тех, кто попытается мне что-то сказать, мол, ты чей патриот или а ты за кого, говорю сразу, ребята, если вы будете писать такие комментарии, я буду вас отправлять в банк, и ваши комментарии буду уничтожать. Я не патриот ни вашей стороны, ни той стороны. Я живу в Германии вот уже очень много лет, у меня совершенно другие политические взгляды, у меня совершенно другие интересы в жизни, поэтому меня не касается, по большому счету, то, что происходит там. Грубо, но открыто и правда. Поэтому, прежде чем оставлять свой комментарий, подумайте, будет ли он отправлен в спам, будете ли вы отправлены в бан, или достанется этому комментарию всеобщее обозрение. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok